привет друзья канала фишинг на рыбалочке сегодня с фидер очкам уже ближайшее время на этот фидер будут обзоры на фидер на катушку довольно бюджетные снасти сегодня приехали за карасиком смотрю народу нет обычно на этом водоеме это бесплатный водоем все прелести срач я не в общем все прелести бесплатного водоема но и на таких приходится иногда ловить когда получается не гаданный выходной просто с минимальным набором снастей выехать на водоемчик посмотреть поклевочку и нужно как-то абстрагироваться от этих всех не совсем адекватных людей которые срут здесь орут пьют жгут костры не берегут свою собственную природу но не будем о грустном будет значит прикормочка будет сегодня довольно простая будет пачка леща от g-stream премиум серия обалденная серия по моему лучше сыпуха которая у нас в украине производится мусор я конечно же заберу с собой так и будет две пачечки пениса кукуруза от g-stream ну рецепт спонтанный буквально то что под руку попалось то и взял разноцветный двухмиллиметровый пельчишка красный а красная так понимаю это пасточинку и пачка от гранд карп рак асофотида перси думаю такие запахи должны сейчас это я увлажни друзья не просто так вот с водоема водички набрал так есть у меня рома миласа рак от g-stream а практически даже не собирал прикормочную программу то что под руку попалась примерно то и это есть есть у меня именно бустер раков асофотида персик в принципе то что прикормочную программу я угадал здесь есть рекомендуемая дозировка 50 100 миллиграмм на килограмм в принципе у меня смеласа здесь 3 килограмма а здесь 100 миллиграмм если смеласа я думаю будет бомба берег я это дело конечно для карповой рыбалочки ну сладко мясной какой-то такой специи мясо вот сладкое все перепутано в общем попробуем амина бустер не помешает уже ночи прохладные друзья рыбка уже чувствует приближение холодов и поэтому он напитается я дел крышечку вот хорошенько нужно сболтать потому что миласа густая на удивление мало народу сегодня нас нас еще перемешать это дело ну тут такой прям пряники пошли запах класс я смело лью даже скорее всего придется увлажнять потому что телец будет тянуть воду однозначно вот такая красота получилась сейчас она еще не лепится фактически мы уже начинают сейчас пельчишка потянет воды будет все хорошо так друзья сейчас следующий этап приступаем к поиску . я только мусор уберу сейчас друзья я законекчу диппер с телефоном для этого нужно будет бросить его недалеко от берега в двух-трех метрах и найду диппер очкам перспективную точку ловли вот друзья наконец-то я разобрался глубина 07 метра думаю рыбку он не покажет здесь все таки крупной рыбы нету 07 метр точку ловли 06 на том перепадике я и стану сейчас еще раз попробую руки слишком мелко 05 слишком мелко друзья вот в каких условиях приходится рыбачить сейчас попробуем подальше так если там угадаю с 07 метра значит они закрылись о 09 на туристы масляная тема Надеюсь, попытаюсь еще раз найти, надеюсь, если найду. Ух ты, 1,2, там ямка, друзья, это хорошо. Так, дам еще, о, рыбу показываю, а ты шо, ты шо, ты шо, хорошо, в принципе, времени особо на рыбалку много нету. Дальше играться я не буду, я считаю, что просто повезло. Ставим клипсу, кстати, Федерочек кидает 80 грамм ТЭФ в виде. Отлично, ориентир, супер. Так, 0,7, ну хорошо, я отключаюсь. Фу, точка найдена, можем располагаться и начинать рыбалку. Зачетная игрушка, друзья, рекомендую, сопринительно недорого стоит. А этот диппер мы разыграем в ближайшем будущем на канале Афишинг. Таким образом, друзья, я расположился, прикормочка сейчас покажу. Вообще рассыпчатого, благодаря пельчишке, конечно. Но при сжатии лепится в шарики, рассыпается вот тот результат, которого я хотел добиться. Так, сейчас сделаю пару закормочных забросов. Полотенце нужно. С десяточек кормушек отправлю, наверное. И потом уже поводочек, крючочек, насадка. Так, циханую я с запрессовкой. Пока настроишься на рыбалку, всегда такое бывает. Кормочные прессовать не стоит, конечно, сильно. Так, одно полотенце. Короче, друзья, закармливаю. Ну, вот эти все пейзажи, кони, коровы, гуси-лебеди. Это красота. Это дорогого стоит. Завыкпарка. Игра. și-лебеди. Завык. Игра. Света. Света. Игра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Д ręово Не понятно, у меня завязался Эти лошадь Чем-то образом, по-б aquesta О, отлично Ох, интересная рыбалка конечно, друзья Приходится разбираться Ну и превзенский колорит Кажи супер Крики тут ма колла езжу Дубль Ну и ну получается Ты долго будешь на той рыбалке сидеть? Это все коровы, а рыбаки подъезжают. Ну, супер клево не наблюдается пока ни у кого. Сидит справа от меня в метрах в пятидесяти с убийцами карася. Пока что убийца карася классический фидер, я считаю, 5-1. Так, ну часик прошел, в принципе, на точку я насыпал уже корма, поменял кормушку, чуть поменьше поставил. Монтаж паттерностер обычный, самый, прямо на шнуре. Поводок с 50 сантиметров на 30 укоротил. Как правило, я заготавливаю 50 сантиметров поводки и в большинстве случаев приходится укорачивать. Вот по дергунчику и уже сразу есть, но я надеюсь, что подойдет более крупная рыба. Ну, более крупная. Хотя бы в ладошку карасик. Сейчас откровенная мелочь стоит на точке. Разбираюсь с насадками. Пробовал червяка, кукурузу и на опарик только откликаются. Ну, погода, конечно, друзья, опять же погода. Вчера холодно было, сегодня жара. За фидерочек пару слов, наверное, надо сказать. Уже в ближайшем будет времени обзор. Титан Кейс 7, 3.30. Там обширная серия, но я подробнее расскажу. Ну, очень удачный фидерок, очень. И такие поклевки отдай фидер, просто даже мелочь. Ну, проспал поклевку. Потяжка была, отстрел, плещевая сама поклевка. Одно удовольствие, друзья, таким фидерочкам, конечно, ловить. Птичный хрой. И катушечка циклон, тоже фишинг хрой, 4000-я. Там есть еще трешечка у них. Ну, на точке стало повеселее. Возможно, придется еще кормушку поменять, еще более маленькую поставить, чтобы не шуметь, потому что глубина метр двадцать всего. Я смотрю, когда уменьшил кормушку, поклевки стали быстрее происходить. То есть, где-то в пределах полторы-две минуты. А когда стояла большая, то минуты три, даже пять приходилось ждать подергунечка. Очевидно, все-таки пугает удар кормушки об воду, рыбку. Удовольствие, друзья, я уже получил, если честно, эта рыбалка тоже такая вот простая, без заморозчик доставляет массу удовольствия. Кстати, садка не брал, буду так в процессе показывать, если удастся что-то поймать. Ну, такого же караська первого я вам понятно, что не показывал. Пару невнятных поклевок было, друзья, и мелкий карась. Теперь на точку подошел окунь. Кого-кого этого хлопца я никак не ожидал ловить. Вот такой вот мега-оглушенный окунь. Но клюет, конечно, по-сумасшедшему хлопец. Садок я не брал, поэтому, если вы ожидаете, ведро рыбы в конце рыбалки, кто-то не будет, я рыбу сразу отпускаю. Так, и поклевка раз в минуту, просто как будто у рыбы есть часы. Я уже пробую чесночный спрей. Тоже карп-красик бейтс. Чтобы, возможно, карасик все-таки подойдет. Так, ну тут, конечно, поставить на точку карасика. Нужен грамотный подход. Я все-таки надеюсь, у нас полтора часа всего-навсего рыбалки. Там прикормочка забирается по чуть-чуть в точке. Очень точно приходится бросать. Примерно пятно метр на метр, не больше. Размазывать точку не хочется. Такая рыбалочка. Ну, окунь, конечно, клюет прикольно. Карасик вот играется. Там подергунчики, вот эти все. Окунь прям лещовая поплевка. Адреналина, куча сразу, друзья. Чуть-чуть ветерок поднимается. Возможно, ситуация поменяется. Потому что, ну, на поплывочек я здесь пару лет назад рыбачил, то в лед просто поклевки. Ну, правда, и это летом было. Сейчас сломы погоды. Ну, такое вот. Ну, уже вот поклевываю. Фидер я расположил как можно ближе к воде, но не сильно близко. Потому что утки, гуси туда-сюда плавают, цепляют так, чтобы они могли проходить по своему маршруту под леской. Вот шнурок. Шнур тоже Fishing Proy. Не помню. Самый дешевый я взял. 0,12. Ну, распаковка есть. Кому интересно, можете посмотреть. Так, полтора часа уже рыбачил. Подергунчики уже есть. В принципе, удовольствие супер. Так, друзья, не могу понять. За длинный поводок заглатывает. Ну, вот за таким карасиком, в принципе, при кормке сейчас почти тихо. За таким карасиком я сюда и ехал. Такой ладошечный. Поклевки сумасшедшие. Кайф просто не описать слова. И вот сейчас, когда подошел карасик, уже спать нельзя. уже нужно активно работать. И три опарика. Один почему-то ему не нравится. Покажу, друзья, как я расположился. По традиции. Ох, ох, ох. Смотрите, что творит подруга. Мик schedка quotes. И разминка в 뜻у нарисович. О. Кайф. Не дают спокойно показать, рассказать. Вот такой вот карасик. Отпускаем. Продолжим. Поглёвки, конечно, сумасшедшие. Фидерочек бомба. Я говорю. Так, Титан. K7 330. Medium Feeder Fishing Hroy. И катушечка Циклон. Так, прикормки ещё есть. Значит, тут мой рабочий столик. На чесночный перешёл. Ушёл от окуня. Стал клевать карась. Вот пробовал пуфики такие. Вот нашёл старые в автомобиле. Не работают. Спрей тоже перепробовал. Сумочка, друзья. Ну, суперудобная. Компания Fisher делает такие. На Фейсбуке можете их найти. Сейчас мы у меня back tour проведём. Так, тут у меня всё. И карповая. И поплавочная, и всё. Значит, лесочка у меня стоит вот такая. Стингрей. 0,148. У меня три есть. 0,160 и 0,18. Стингрей. Ну, супер. Не путаются в спиральку. Не закручивается. Удобная леска. Крючочки поменял, поставил. Вот такие вот. И три опарика. Происходит поклёвка. Так. Back tour продолжаем. Я, наверное, если ещё и спиннингом займусь, то тоже себе такую ещё одну сумочку приобрету или похожую. Так. Ну, тут всё. Карповая тема. Дипперочек. Там все дела. Спонбики. И нижний отдел. Тут я самый удобный. С тремя коробками. Тоже очень реально очень удобный. Тут именно фидерная тема. Дальше там флет. Всё возможный. Надо кормушек докупить себе. А то что-то фидерных уже кончаются. Вот такая красота. Рыбачки сидят. Кстати, уже 13.5 фидер побеждает. Убийцу карася классический фидер. Вот. И учитывая то, что у человека 4 удилища. Ну, это ещё как-то скромно с колоколами. Я думаю, разрыв очевиден. И преимущество снасти фидерной, очевидно. Так, продолжаем рыбалочку. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, активируйте колокольчик. Вам будут уведомления приходить о новом видео. По новым видео, ну, наверное, небольшое ещё анонс сделаем. Скорее всего, у нас чуть-чуть поменяется график. Сейчас видео с рыбалки выходит каждую среду. Где-то с осени, я думаю, после выставки осенней, возможно, будет по белой рыбе выходить. В четверг видео по хищной рыбе во вторник. Разделим вот так, чтобы участники сообщества, которые предпочитают только спиннинг или только ловлю матчевую белой рыбы, могли понимать, когда им смотреть их не в видео. Я думаю, что большинство любителей, это опросы наши тоже показали, ловят на всё. То есть, от поплавка до спиннинга, на что сегодня идёт рыба, на то и ловят. И не вижу в этом ничего плохого, получать удовольствие. И тем более, на качестве рыбалки сказываются, конечно, разные способы лови. Лучше мы понимаем водоёмы, лучше понимаем опять пухтёвка. Вот, как я говорил, минута-две и пухтёвка. Лучше мы понимаем рыбу, чем больше проводим времени на рыбалках, тем, конечно, больше у нас опыта, который не даст вам никакой блогер, тем более, никакой эксперт вам опыта не нарисует. Значит, ну, на этом, в принципе, всё. Подписывайтесь на канал, комментируйте, если хотите, чтобы вас комментарий, опа, в пятничный бложик, пишите перед комментарием хэштег бложик. Обязательно, друзья, жду от вас лайков, жду от вас вопросов. До встречи на рыбалках, до встречи на канале Афишн. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова